Он, по нашему мнению, направлен на защиту тех женщин, которые работают в особых условиях труда в сельском месте. Все-таки, наверное, технологичное производство, которое у себя внедряют мировые лидеры, у нас иностранные мировые лидеры, они не приравнивают эти условия труда к тем условиям труда, которые есть действительно в сельскохозяйственных каких-то... И они не отличаются от других компаний, которые вводят все в Москве, когда можно сказать, что давайте всем женщинам сделаем это совершенно нечисленное. Из какой вы строки закона прочли? Что это за особый условий труда? Это был законник одной. Но в восстановлении 90-го года там действительно есть формулировка о том, что учитывая особые условия труда, причем... Да, помимо, это полежащийся от нормальных. Что такое полежащийся от нормальных, тоже очень спорный момент, безусловно. Катюша, здесь нужно пойти к тому вопросу, что в 90-х годах у нас не было индустриальных парков. Да, это все понятно, все предпосылки ясны. Просто видишь, закон считается законом, что если это сельская местность, то априори, все же, что сельская местность, это должно подчиняться законам. А вот, знаете, есть же промежуточный вариант, к примеру, решения проблемы, не менять трудовой кодекс и, более того, учить позицию, как, скажем, правительственный, это черт. Давайте, по-другому, допускай, сельскую местность. Можно еще раз? Не можно сельскую местность считаться. Если я правильно понимаю, Зоанна Николаевна, то, Зоанна Николаевна говорит, что в других вариантах, кроме того, принимаете, надо сельское подсереднее на городское, и правильное. Я не могу преимущество, значит, другой. Я понимаю, что аналогию. Закон принят, и также вот постановление, которое действует с 90-го года, здесь нет за особые условия. Здесь тоже в пиамбуре, в целях решения проблемы семьи, охрана материнства и детства, не за особые условия труда. Вредные условия труда, они по другим критериям, и также имеются льготы. И, наверное, женщины, и не только женщины, в населении имеют гарантии за вредные условия труда в виде сокращенной рабочей недели. Вот ремарку, если можно так крайнюю ремарку. На сайте Госдумы, Федерального собрания, был дан анонс, описание нормативного акта, и там мы прям цитируем. Этот акт определен как акт, устанавливающий гарантии работницам села. Закон позволит государству защитить работниц села от риска снижения зарплаты за укороченную неделю недоплацей тяжелой условия труда. Я хочу подвесить этот вопрос и, может быть, все-таки побудить, еще раз задуматься. Наверное, не тот дух, не тот смысл вкладывался в этот закон так, как он реализован сейчас. Это первое. Второе. Здесь есть все-таки определенные риски. Риски того, что мы инвестору гарантируем неизменение законодательства на его период работы на территории особо-экономической зоны. И вот такие нюансы делаем. Вопрос труда, вопрос кадров сейчас наиболее остро стоит перед инвестором. Потому что подобрать качественные кадры, это тяжелее всего для него. У него есть все, у него есть сырье, у него есть хорошая площадка. Вопрос с кадрами очень серьезный. Вопрос качества, подготовки кадров, количества. А сейчас эта поправка придет к тому, что он будет вынужден еще добирать свой штат для того, чтобы заместить эту женщину. Это подвесит. Наверное, это не требует... Женщина, если она согласна отработать сверхурочную работу в сверхурочное время и получить за это в соответствии с законодательством, я думаю, женщина будет непросто. Если бы эти часы... Ну, она будет отрабатывать свои часы, вернее, свои часы, а часы, которые по просьбе работодателя она будет работать сверхурочной и получить за это соответствующую заплату. Ну, в этом случае, я думаю, что все-таки женщины будут стараться брать намного меньше на работу. И это уже будет очень правильно. И скажу за свой индустриальный парк, где у меня есть масса приятелей, работающих в таких крупных компаниях у нас, как Samsung, Astraea. У меня есть даже знакомость с компанией женщины, которые безумно гордятся тех, где они работают. И если они, безусловно, пойдут к какой-то просьбе, и работодатель будет выполнять этот закон, сделай, на будущее будет все-таки стараться брать меньше женщин. Более того, тогда, может, стоит рассматривать в срезе, в разрезе профессий определенных, я такой же работник, получается, индустриального парка у вас. Моя работа исключительно 80% гривен за компьютером, встреча с инвесторами, с клиентами. Это абсолютно нормальные условия труда. То есть, и мы должны отпускать врачи с работы, поменять раз бы дополнительно организовывать, или обиденные перерывы какие-то делают большие. Ну, в общем-то, все это... Если смотреть этот выпуск для каждой женщины в отдельности, если вы меня спросите, то, наверное, скажу, что здорово. Если меня привезут, да, раньше на работу, или заберут раньше, но если мы будем смотреть глобально на уровни региона, а регион — это уже дальше и вся наша страна, и какую прибыль приносят все наши инвесторы существующие, то я думаю, что здесь мы не правы. И еще добавлю, если вы говорите, что закон, да, безусловно, у вас карлить нельзя, но почему нельзя? Все всегда можно поменять, да, это не так быстро, как хотелось бы. Скажу, что на уровне нашего, на Калужской области у нас создана рабочая группа, на уровне законодательного собрания. Заместитель губернатора участвует в этой группе, директор корпорации развития Калужской области. Да, это будет не быстро, безусловно, поэтому мы здесь сегодня не хотим, чтобы у нас услышали, с своей стороны помогли нам пролоббировать эти вопросы, поднять и сказать, что индустриальные парки — это не сельская местность, это не доярки, это мерселеводство, это современные женщины, сидящие за классными компьютерами, где их кормят в столовой на выбор три разных меню, где есть комнаты отдыха. То есть условия шикарнее, чем вот я сама имела опыт работать в Москве, и если раньше кадры из региона въехали в Москву, то теперь, наоборот, из Москвы едут в регионы. За лучшими условиями труда, за современными профессиями и вытекающими со всеми последствиями. Просто действительно, это главное намерение, оно может привести к тому, что женщины и дрожки не будут в правильной работе по теме для них и в области. Самый главный аргумент — это же мужчины, и женщины будут в выборе мужчины. А это дискриминационный уже фактор, и самая разручная. Да, именно так. Соконодательная инициатива, который держит не только Министерство труда, поэтому, пожалуйста, вы рассмотрим, не только мы, я говорю, что Министерство труда рассматривает на площадке Российской первосторонней комиссии. Поэтому мнение профсоюзов, мнение работодателей мы учитываем и, насколько возможно, реально принимаем законодательства. Мы принимаем изменения труда в работе. — Добрый день. Я представляю Министерину парка «Стандарт», но я не хочу обсуждать норму закона. Она такая, как и есть, но я должна выполнять. У меня к вам вопрос, потому что на уровне региона мы не получили пока нанимодействие. И согласали о законе прямого ответа так, что мы не увидели. Индустриальный парк «Стандарт» находится в городе Краснодаре, в поселке Дорожном. Поселок Дорожный является сельским населенным пунктом в границах административного округа города Краснодара. А распространяется ли на нас это новое? — Вам нужно обратиться в свой судей. Они вам там разъясняют, является ли это сельская местность. То есть это пророгативно. Не мин труда определить. Это является сельской местность. Это определяет субъект. Обратитесь... — Нет, у поселка Сталбестельского населенного пункта он определен. — Вы все-таки называете город, то есть он как? — Он в составе... — Я вам не могу... Я не являюсь компетентно в этих вопросах о определении статуса. — Уважаемая Елена Николаевна, я хотел просто, потому что я до глубины возмущен этой проблемой поддержать девушек. На самом деле просто обратите внимание на последствия. Это может оказаться недележьей услугой. Хотели как лучше, получилось всегда. Капиталисты пресловутые будут что делать в ближайшие 3-4 года, сокращая долю работы женщин, водащих женщин на производстве. Если вы хотите, и правительство считает, что действительно такая вера должна существовать, тогда нужно предусматривать механизмы контроля, чтобы не получилась недележья услуга. И пусть капиталисты пресловутые делятся, но по-другому будет как. По-другому наши любимые и уважаемые женщины просто потеряют работу с хорошими условиями труда рано или поздно, потому что капиталисты не так устроены и не хотят делиться. — Вы, кстати, говоря про медвежью услугу, я думаю, что Дмитрий Анатольевич, когда предлагал, и он абсолютно правильно уловил эти мировые гранды на сокращение рабочего времени, давайте так, эта история, она про инновационную экономику, это про офисы. Мы прекрасно все понимаем, что коммуникационные инструменты, игроши цифровые, нам позволили сейчас делать за 4 часа работы в день то, что раньше надо было в 12 часов работать. Мы понимаем, да, и поэтому здесь очевидно, что Дмитрий Анатольевич, он все правильно. Хотя я, кстати, думаю, что Денис Геннадьевич, как сотрудник в министерстве, мы тоже и вообще все знали, и вычаствовали. Скажу, что в министерстве по-прежнему рабочие не сокращаются, и люди как по 12 часов работали в день и по свободу, так и продолжают работать. Это вопрос об инициативе Дмитрий Анатольевича. А если говорить про поправку, которую уважаемые депутаты во главе с депутатом Володиным внесли, я сейчас просто, мне кажется, резюмирую все то, что для этого говорили. Я совершенно уверен, что он совершенно, и вот эта правильная инициатива депутатов, она не преследовала цели установить такие дополнительные гарантии для женщин, работающих в индустриарном парке. Потому что все прекрасно понимают причины поправки. Уровень зарплат в сельской местности ниже, чем города. Мы знаем, как и большие проблемы. Чуть-чуть не доработали. Да. А в индустриарных парках самый высокий уровень зарплат даже по сравнению со средней зарплатой в регионах. Вот здесь в индустриарных парках это самые лидеры по качеству жизни, по уровню зарплаты и так далее. Поэтому, к сожалению, эта поправка, она вот здесь вот попала не туда, куда она должна была попасть, не туда, куда цели лезть, а депутаты, которые ее уносили. Просто нужно их об этом оповестить, чтобы они тоже не в курсе этого. И это нормальная история. У нас сейчас наша работа, наша работа, мы должны где-то оповестить. Прошу это. И я прошу поддержку Минпромторга в этом тоже, потому что нам иногда бывает сложно достучаться. Мы не знаем субъекты право законодательной инициативы. У нас самый эффективный субъект право законодательной инициативы – это правительство Российской Федерации. И я предлагаю совершенно точно, что надо помочь нашему законодательству исправить эту ошибку. Они когда это принимали, они совершенно неправили в расчете, я уверен, в индустриарных парках. Совершенно точно. У них не было такой цели – установить это для индустриарных парков. Сейчас получилось даже дополнительное вреду, тем, где и так уже уровень жизни выше. А теперь про проблему. Почему это еще? Почему сложность возникает? Я понимаю, что можно сказать, ну, там доходится побольше. Проблема-то еще и не в этом. Проблема в том, что в отличие от инновационной экономики от офисов, на производстве есть, как называется, смена. Смена. Есть, во-первых, очень много неправильного производства, где у тебя есть 8-часовые смены, или сколько там. Сложная взаимозаменяемость. Да, сложная взаимозаменяемость. Ты не можешь просто сказать, ну, ладно, сегодня гуляй, там, и все. То есть сейчас у нас десятки предприятий, это только то, что мы знаем. Они выручены, меняют очень сложный, вот этот сменный режим, там, менять штатное расписание. Ну, целая история. Для них это привело к ухудшению положения инвестра, на которое ему когда-то приходилось. В общем, мое мнение, я знаю, я понял позицию министерства, понятно, что закон действует, но, в моем мнении, все-таки нужно попытаться взаимодействовать, что это было сделано не совсем. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Сазарова Юлия, я также представляю Санкт-Петербург на Липецк. И, проводя совещание также с резидентами, я хотела бы предложение добавить. Резиденты хотели предложить приравнять категории земель. То есть если земли промышленности в сельском местности, то это как бы они не требуют. Если земли, категория земель сельского хозяйственного назначения, то, соответственно, другие требуют. Пока что это не работает, у нас тоже земли промышленности. Да, но как приглашение, то есть рассмотреть не просто исключить, перечислять все торы, тассеры и так далее. Просто приравнять категории земель, рассмотреть правильно земли в сельском местности. Категория земель, категория земель, категория земель, категория земель, это прощение. Понимаете, в равных условиях у нас с тем, мы придем устраиваться на работу и скажем, зачем нам нужна, лучше возьмем там Тимура. Да, потому что, ну как бы, тут я вижу как не преимущество, а наоборот для себя улучшающих условий. Не скажут, но подумают. Коллеги, ну вот одно предложение. Для меня, конечно, эта тема и проблема новая, так сказать. Но у меня такое решение, то есть если локально, оперативно, то это в рамках коллективного трудового договора надо решать. Это же право, да? Улучшать условия. Работникам коллективный договор не может. Эти условия питаются неудачно. То есть мы не можем в рамках коллективного договора, это же право. Улучшить условия сделать для женщин 40-40. Это закон, это гарантия. Это гарантия, да? Ну хорошо, тогда же при работах. А если, не, после чего, я говорю же, это новая для меня тема, это вполне можно было бы решить по согласию коллектива, если он понимает, что эта работа хорошая, высокооплачиваемая, гордятся работать в этих компаниях, они могут этим правом вполне не воспользоваться. И там пожертвовать этим правом. Если законодательно решать эту задачу, если мне кажется, нужно идти или по пути землепромышленности, или по пути того, что женщины, проживающие в сельской местности, могут пользоваться этими льготами. Потому что, судя по всему, как сказали, это сделали для того, чтобы женщина могла больше уделить времени своей сельской семье на полпуске заехать до своей деревни. Смешно. Вот я поэтому и говорю, что тогда внести законодательское изменение, что этой льготой может пользоваться женщина, проживающая. Она может проживать в сельской местности, а она будет в сельской местности. А селки частные тоже находятся в сельской местности? Абсолютно, да. Но там, вот смотрите, надо у тебя уже спросить, они в сельской местности живут, или они в льготедской рекауте живут? Я живу не в сельской, а работаю, получается, что в сельской. А если бы был наоборот, то это тоже не работало. То есть оплачивают тем, кто работающим женщинам в сельской местности? Нет, проживающим. Если ты работаешь и проживаешь, во что это поменяет? А если ты работаешь и проживаешь в сельской местности, тогда тебе это все равно будет. Здесь есть еще в сельской сирене силовой, где работает администрация. Здесь есть еще подъемы, но это смешно. Они это сами признают. Потому что, как вы видите, сейчас уже отколение звучало, как раз есть ощущение, что про нас забыли. Вот у нас опять есть ощущение, что про нас опять забыли. Здесь, правильно, сейчас Диана Николаевна, это дискуссия, она уже идет в первый год, в какой-то еще факт туда воплюсь. Свидом РЖД придет еще больше в ресурсов, в полномочий. Вирус делит. И совсем еще делит, кто эффективней, и где вот работают еще в прошлого, а уже в нового. И вы ни на чем не двигаетесь, ближайшие еще два года. И женщин сперва скорбят. Самое главное, что скорбят этих женщин, которые живут и работают в сельском месте, в которых есть хозяйство, может быть, в котором добираться до работы сложные и тяжелые. Мы только смотрим, да, Москва, там крупные города или там индустриальные парки, но у нас же много. У нас же страна-то большая, территорий много, где женщины действительно живут в частных домах, в которых нет ни газа, ни воды. И все это приходится, как говорится, совмещать с работой, со скитанием детьми, и поездкой на работу в город, может быть, да, за несколько часов добираться до работы. Я знаю, мы такие женщины просто не трогаем. И мы должны такие годы остаться. Мы говорим, только решайте вопрос, если индустриальный парк имеет свои границы и определенные какие-то админициативные территории, либо он находится в той местности, где только индустриальный парк, то пусть он относится к городскому поселению. Можно одну ремарочку? Вот это будет решение у нас тоже. Я хотел бы ответить на комментарии Минпрома, когда сказали, что давайте тогда эти земли вынесите в город. Дело в том, что в сельском поселении есть также иногда школа, есть больница, есть врачи и учителя, которые получают отдельную надпадку. У них есть там сумма на переезды и так далее. И мы этих людей просто вычеркнем тогда, если мы перенесем все сельское поселение в город. Так не все, переносите часть там, не знаю, как. Мы не говорим о своем статусе исключительно для индустриального парка, как понятие в индустриальном парке. Потому что понятие в индустриальном парке, мы не можем сказать, что на данный момент. Это вы называете, что значит, что нет понятий в парке, что он сталкивает сейчас, все приведут и к пуды, что я тоже достойный. А мы с ним в истории. Все они не эгиппируются. Вот это обсуждение. У нас будет в огромнейшей аудитории, где будет каждый пытаться это сделать. В итоге я и думаю, что это не будет. А если мы говорим о том, что задача правительства сегодня привлекать инвестиции, как мы можем привлекать инвестиции в индустриальном парке, где будут хуже условия? Коллеги, мы говорим, что давайте мы сделаем, а другую мы ухудшаем условия. Привлечение инвесторов. Коллеги, всегда исключение делает сложнее. Вот опять же, исходя из дискуссии, что возможно сделать. Убрать это из гарантии, а сделать это право. Работать не будет. Вот право, чтобы женщины воспользоваться или не воспользоваться. Если она хочет отдыхать один раз в неделю. Это и есть право, Сергей. Это и есть право, Сергей. Ну, я и говорю. В случае, если это гарантия, они не могут в договоре прописать и сказать, что не отдыхает она один день в неделю и не уходит на час раньше. Потому что они согласились, они в договоре согласились. Тогда это право. А сейчас это гарантия, они не могут. Вот я про это и говорю, что убрать это из гарантии и сделать это право. Работать не будет. Право подразумевает обязанность исполнения работодателя. Наличие права подразумевает исполнение работодательной обязанности. У нас в 20-й статье трудового кодекса перечислены права работников, но они в этой статье не все перечислены, а также все остальные соблюдаются. Понимаете, обязаны соблюдаться, которые по трудовому кодексе туда не исследуются. Ладно, спасибо. Я думаю, всем что вам обсудили вопрос.